да вы знаете я еще отвлеку ваше так сказать внимание еще на одну минуточку я хочу вспомнить то что были в истории люди которые известные очень известные люди которые абсолютно точно знали что астрология это действительно наука и в пример можно привести гитлера у гитлера был собственный астролог которому он очень и очень доверял и он никуда без него без его советов никуда не ходил когда-то действительно ну гитлер почему это делал потому что он кстати был очень серьезным последователем ведических знаний правда которые он извратил это мы все знаем понимаем и вот чем закончилось сотрудничество этого астрологи с гитлером он его расстрелял потому что астролог ошибся на один день когда они так сказать вот сражение за взятие москвы было и он ошибся на один день потому что если бы он не ошибся ничего не известно как бы это все повернулось но что-то было бы все равно известно как естественно как бы это повернулось но тем не менее были люди у у Александра Македонского был астролог, у многих великих людей были астрологи. И сейчас, кстати, они есть астрологи-экстрасенсы, просто об этом никто не говорят. И президенты, я знаю лично одного такого парапсихолога, которые лично общаются с российским президентом, и более того, у нее спрашивают советов. Я лично общался с этим человеком, и даже был у нее дома. Это очень интересная вещь. Василина, скажите такой у меня к вам вопрос. Если мы говорим о болезнях, скажите, в карте человека ведь они тоже видны, да? Ну, конечно, видны. Но в любом случае мы помним, если работать над этими моментами, если иметь здоровый образ мысли, то уйдут и все болезни. В первую очередь здоровый образ мысли, потом здоровый образ жизни. Ну и 5% может быть врачи дадут, может быть, в начале. Есть такие заболевания, где без врача не справишься, но все-таки нужно быть осторожными. Потому что, ну так, статистика, сами-то врачи на 20 лет меньше в среднем живут, чем все остальные. Ну да, тут много факторов на этот счет существует. Ну, во-первых, они, общаясь с больным, они каким-то образом берут на себя их харму. Если они не умеют сами защищаться от этого, то, конечно, это серьезно. И, скажем, различные психологи, парапсихологи, экстрасенсы. Мы знаем много имен людей, которые, к сожалению, ушли уже в другой мир и не дожив даже до среднего возраста. То есть, получается, все-таки кого-то они учат, а сами защищаться не умеют. Ну, это реалити нашей жизни, скорее всего. Хорошо. Что бы Вы рекомендовали людям, начиная с завтрашнего дня, сегодня уже, так сказать, спрощенное воскресенье, а завтра уже пост начинается? Как себя вести и в свете астрологии? Ну, во-первых, что касается поста и питания, я бы все-таки рекомендовала ограничить себя в белках. Ну, и приведу пример, почему. Мы разбирали гороскопы долгожителей и сравнивали гороскопы именно религиозных людей, монахов, кто прожил тоже долго. У всех одно и то же в карте. То есть, одинаковые аспекты, которые говорят о долгожительстве. То есть, эти люди себя ограничивали и, конечно же, религиозные деятели соблюдали посты. То есть, их долгожительство оказывается именно в ограничении чего-то. То есть, они излишествовали, не переедали, не перепивали, не перенасыщались с удовольствиями, а ввели ограничения. Но и с точки зрения медицины, периодические ограничения в белке очень полезны для костной системы. То есть, белок загущает кровь и именно к позвоночнику, например, или к каким-то суставам недостаточное кровообращение. А нужно оздоравливать именно костную систему. Долгожители, здоровые, все имеют в первую очередь здоровый опорно-двигательный аппарат. Позвоночник, суставы, косточки. Помните, как в старину, ну, в первую очередь зубы смотрели у лошади, например, да? Там, рабов не будем приводить, пример. Да, я только хотел сказать. Но, если рабов или нездоров, человек, зубы. А зубы – это показатель костной системы. Хорошие зубы проживешь долго. Поэтому соблюдайте по мере ваших возможностей пост. Пост – это важно. И это подтверждает и астрология, которая говорит, что да, долгожители должны соблюдать пост. Кстати, люди, которые годный Ленинград прошли, у них тоже есть вот этот аспект. Они ограничивали себя. И они после окончания войны продавали как-то экономить. Ну, то есть, где-то на психике отложилось. Они там и сухари долгие годы сушили, и ограничивали себя, и прожили очень долго. По-моему, и сейчас есть эти люди. То есть, с ними можно пообщаться, спросить, в чем же секрет их долгожительства, и их здоровья на сегодняшний день. Поэтому соблюдаем пост. Верим мы или не верим, если мы хотим быть здоровыми. Вот. Ну, а если я ошибусь на один день, на следующую неделю, где-то в своем прогнозе, надеюсь, меня никто не расстреляет, как Гитлер, своего астролога. Ну, вы уже попросили прощения, поэтому не переживайте на этот счет. Мы вас уже простили. А, значит, авансом. Авансом. Авансом, да. Ну, вот, об опорно-двигательном аппарате поговорим и про понедельник. Вот, чем отличается день. Это начало поста. Кто умеет думать, проведите аналогии какие-то. Так вот, этот день отличается большим количеством переломов, большим количеством падений, и, возможно, каких-то травм, именно ноги, руки, позвоночник, косточки. С чем это... Я прошу прощения, Василина. Вы имеете в виду конкретный понедельник, который будет завтра? Да, да, да. Именно завтрашний день, 14 число. Поэтому нужно быть осторожными. А с чем это может быть связано? Плохие погодные условия. Большое количество подскользнулся-упал, либо сильный ветер, либо аварийные ситуации частые на дороге, туман. То есть, вот, меняется погода. Но нужно учитывать, что что-то может где-то падать, разрушаться. Еще небольшое уточнение. Это касается какого континента, какого региона, если это, скажем, по советской процедине... Это статистика по планете. По планете в целом, да? Да, астрологическая статистика по планете. Такое большое количество травм опорно-двигательного аппарата может говорить еще и о том, что сейсмическая активность на ближайшие сутки, вот, сегодня уже пошли вечер, у нас вечер, ночь и понедельник. То есть, будет высокое. Возможно, где-то произойдет землетрясение. Я отобрела, мне не понравилась Южная Америка, Чили, Перу, Боливия и Парагвай. Вот эти вот страны. То есть, там какая-то очень напряженная ситуация. Помню, что там где-то наводнение. Там, где наводнение, скорее всего, сильного землетрясения не будет. Потому что уже реализовалось. Но нужно иметь в виду этот регион. Центральный Китай, Таиланд, Индонезия. Вот эти вот страны выделить можно именно как сейсмически активные регионы на завтрашний день. А насчет США? Да? Есть что-нибудь у нас в Соединенных Штатах? Нет, нет. У вас нету. У вас только наводнение, аспект уже уходит. Уходит потихоньку, смещается напряжение на запад. Но это не землетрясение. Нет. Но с чем мы можем столкнуться завтра еще, кроме землетрясений? Мы можем увидеть, как разрушаются здания. Вот какой-то дом. Мы уже видели, слышали, наверное, об этих ситуациях. Разрушается дом, разрушается казарма у нас была. Еще что-то там были такие случаи. Наверное, у вас тоже на вашем континенте было такое. То есть вот мы можем увидеть завтра, завтрашний день. Дальше. Террористический акт возможен на завтрашний день. Причем как-то очень сильно акцент именно на террористические атаки. Но это, скажем, один большой, крупный. Тоже регионы я посмотрела. Опять это Афганистан. Пакистан. Там возможны такие атаки. И в дни, когда происходят террористические такие акты серьезные, то и обостряется ситуация в регионах, где ведутся боевые действия. То есть террористы, они и в Африке террористы, везде, понимаете. Аспект действует на всех одинаково. Я говорю статистику по планете. Поэтому кроме просто в мирных районах террористических актов произойдет еще и усиление активности в тех регионах, где ведутся войны. Конечно, активность будут проявлять именно те, кто преследует террористические какие-то цели. Поэтому день не очень хороший с этой точки зрения. Ну и вся неделя, она связана у нас, то есть по террористам это последний день такой серьезный. Дальше немножко другие аспекты начинаются со вторника. А вот неделя и месяц пошел с завтрашнего дня, понедельника, 14 марта, уточняю. Опасность для авиации. То есть на самом деле, вот мы сейчас разговариваем, время пошло уже сейчас. Но в течение месяца сезонное обострение, так сказать, у авиации. То есть мы за этот месяц и возможно на этой уже неделе столкнемся с ситуацией, когда будут серьезные какие-то авиапроисшествия. Не только авиапроисшествия с самолетами, но и выше поднимаемся в космос. Там возможны происшествия тоже. Поэтому акцент туда. Не рекомендую летать месяц. Ну, если есть возможность потерпеть этот месяц, как-то посидите дома, отпуск берите на другое время. Все-таки с каждым годом увеличивается число авиационных происшествий. Учитывая частные самолеты и международные рейсы. Если касаться понедельника, то международные рейсы. А со вторника уже включаются и все остальные. Ну, и вы сказали в космосе, поэтому тоже вы не рекомендуете межпланетное путешествие, скажем, на Луну, на Марс. Давайте подождем пока. Ну, есть же у нас те, которые в Астрале. Им можно летать, правильно? Астролетчики. У меня там есть пару знакомых. Вот они летают. Вы знаете, они собираются. Собирались раньше на Луне. С одним я беседовал. Причем на полном серьезе. А теперь собирается в Останкино, он говорит. Ну, ближе как-то. Ну, хотя такого понятия не существует. Ближе дальше для Астрала. Но, тем не менее. Ясно. Значит, с путешествиями космическими и земными мы закончили. Субтитры создавал DimaTorzok